Здравствуйте, дорогие наши зрители, наши подписчики. Сегодня мы решили сделать вот этот выпуск специально для тех наших зрителей, кто прислали нам комментарии на видео про митинги. Результат, что ли, предзошел все ожидания. Мы не ожидали, что наш выпуск вызовет столько эмоций. И, с одной стороны, мне даже это и приятно. Я вижу, что мы зашли на территорию политических взглядов, разных политических взглядов людей. И поэтому оценки этого видео оказались разными. И они иногда настолько эмоциональны, что я вижу, что за этими эмоциями люди просто пропустили где-то отчасти содержание. А может быть, даже не смотрели, может быть, только превьюшку эту глянули и уже начали делать выводы. Поэтому я не могу оставить это без комментариев. Мне очень хочется что-то разъяснить. Не оправдываться, конечно, а просто кое-что разъяснить. Вот начну с главной такой, что ли, претензии. Тема вот этого выпуска нашего, она была о власти. Люди сейчас все время говорят о власти и пытаются что-то изменить в системе власти в нашей стране, а может даже и в мире. Но очень часто не понимают, что такое власть. Вот там это видео наше заканчивается тем, что я предлагаю молодежи поинтересоваться природой власти. И вот там в комментариях нас спрашивают, а что такое природа власти? Слушайте и запоминайте. Вот формула власти. Власть принадлежит только Богу и больше никому. А здесь на земле из тварных созданий, у которых ни у кого, ни у одного и даже у всех вместе взятых власти нет и быть не может, она есть у тех, кому Бог ее доверяет. Или кому Он ее попускает. Совсем без человеческого управления. Бог никогда эту планету или какую-то страну не оставляет. Везде есть какие-то лидеры, которые управляют страной. Но кто эти люди, какие они, каков характер власти, решает только Бог. И если мы с вами хотим, чтобы власть была справедливая, правдивая, честная, учитывающая интересы каждого, лично каждого человека и всех вместе, то мы должны с вами не на митинги ходить и кричать «Здесь наша власть! Мы здесь власть!» А нужно собираться на санкционированные митинги для того, чтобы всем вместе читать молитву «Отче наш!» «Да будет воля Твоя! И остави нам долги наши, якажи и мы оставляем должником нашим!» А самое лучшее – это делать так, как мы это делаем. Каждое воскресенье нужно присутствовать на литургии в храме, где все нормальные люди вот эту формулу власти и абсолютное доверие этой власти выражают хором нараспев. Мы эту молитву в храме каждое воскресенье поем. И тогда мы можем рассчитывать на то, что мы сами будем сыты, обуты, одеты, наши дети будут благополучны, здоровы, и мы ни в чем не будем нуждаться. Это один из основных элементов нашей с вами культуры. Просто мы с вами стали бескультурными. И нам кто-то внушил, что мы сами являемся источником власти. Это неправда. Как бы нам не хотелось в это верить, это неправда. Вот если мы хотим, чтобы действительно здесь происходило что-то так, как нам нравится, то тогда мы должны прибегать к тому, кому действительно власть принадлежит. Вот отталкиваясь от этого, я буду отвечать на все остальные комментарии, которые сейчас вот просто я на выбор буду зачитывать. Первый прямо комментарий. А разве государство виновата в том, что наркомания сейчас так распространена? Посмотрите на силы ОМОН, стянутые на разгон мирных протестующих. Их бы направить на борьбу с реальными преступниками, которые убивают и калечат нашу молодежь. Конечно, России не нужны революции, но абсолютное большинство россиян не хочет крови. Все хотят мирным путем восстановить справедливость. Я вам про этот мирный путь только что сказал. И поверьте, если бы мы с вами этому принципу не изменили в свое время, а это произошло давным-давно, к сожалению, в нашей стране, если бы несколько поколений людей, граждан нашей страны не воспитывалось в безбожии, то у нас не было бы такого государства, которое поочеряет распространение наркомании. Мы имеем такое государство, которое мы заслуживаем по своему духовно-нравственному устроению. В человеке духовно-нравственная его составляющая первична. Все остальное – производное. Преподобный Серафим Саровский говорит, «Стяжите дух мирен, и тысячи вокруг вас спасутся». Какие мы такое государство, а не наоборот? Мы слишком разбалованы были советским государством, которое по-своему было социальным. И оно заботилось о своем народе. Не потому, что оно его любило, а потому, что ему нужны были здоровые труженики, которые будут выполнять пятилетний план и строить коммунизм. То государство понимало, что без здорового народонаселения это невозможно. А нынешнему государству здоровое народонаселение не нужно. Но дело не в государстве, а дело в нас. Мы, к сожалению, не сделали выводов ни сами, ни те взрослые, которые пеняют на меня за то, что я говорю только о подростках. И уж тем более не их дети, которые вышли на эти демонстрации. Вот тоже, пожалуйста. «Вы считаете, что нынешняя власть издает народные законы? Вы серьезно?» Я разочаровалась. «Тоже по заказу пропаганды работаете?» Отписываюсь. Но я ничего не могу добавить. Только то, что уже сказал. «Мы имеем такую власть, которая нам сейчас с вами нужна. Бог лучше нас знает, какая нам нужна власть. Все, что мы имеем в виде государства, экономики, внутренней политики, внешней политики государства, то, как мы живем, какие у нас цены на продукты и на топливо, это все то, что мы заслуживаем. Это то, что для нас сейчас лучше всего по нашему духовному устроению. Ведь когда Бог приводит человека сюда, Он не имеет в виду, чтобы человек жил здесь в сытости и в самодовольстве. Нет. Бог приводит человека сюда, чтобы приобщить его той жизни, которая живет сам, совершенной, блаженной, вечной. И когда-то для нас, для всех эта вечность наступит. Так вот Бог, устраивая нам государство, делает его таким, чтобы оно максимально благоприятствовало достижение вот этой блаженной вечности для нас. Наша жизнь земная когда-то закончится. Мы все здесь будем детьми, подростками, зрелыми людьми, пенсионерами, а потом отойдем в мир иной. Мы здесь на несколько десятилетий. Мы должны заботиться вот о том устройстве нашей души, которое обеспечит нам жизнеспособность жизнеспособность и максимально благоприятные условия для жизни вечной. И поверьте, что ничего плохого сейчас с нами в свете предстоящей нам вечности не происходит. Все должно так и происходить с нами. Ну вот, тут мне предложили посмотреть один ролик. Это что ли подросток или школота вопрос. И вот, пожалуйста, это пенсионерка-женщина. Посмотрите. Скажите, пожалуйста, почему решили принять участие в акции? Потому что я за ЖКХ не могу заплатить со своей пенсии. Я остаюсь на хлебе и воде. Понимаете, у меня пенсия ниже прожиточного минимума. Скажите, не страшно вообще стоить лицом к лицу? Мне уже ничего не страшно, девушка, если я вышла. Ничего не страшно. Я уже прошла, все прошла. Понимаете? А что страшно? Вот меня защищает 31-я статья Конституции. Я не вооружена, пожалуйста. У меня вот одна бумажка и Конституция. Все. Скажите, а какие ваши личные требования? Мои личные требования – дайте мне достойную пенсию, чтобы я могла достойно дожить свою жизнь. Мне уже много лет. Если в этом возрасте для нас тарифы на ЖКХ будет самым святым, за что мы будем готовы, не боясь, выходить на улицы и подставляться под дубинки полицейских, то я боюсь, что мы прожили жизнь зря. Мы чего-то самого главного так и не поняли. Надеюсь, что у этой женщины еще все впереди, чтобы понять. Ну и потом, о чем все эти требования, когда люди высказывают свое недовольство? Вот все не так, не так, не так. Во-первых, никто не предлагает как. Потому что никто не знает как. Кто-нибудь знает как. Кто-нибудь знает сейчас, как обустроить Россию. Есть такой человек? Вы его видели? У нас сейчас страна существует. Она существует в совершенно непотребном для ее исторической роли виде. В непотребном виде. Но она есть. И надо дорожить тем, что есть, а не разрушать оставшееся. А тем, что мы сейчас выходим на площади без всяких позитивных, созидательных призывов и идей, это добивает наше государство и то, что от него осталось. Ну и потом, вот это вот. Я говорил в основном о подростках. И мне предъявляют претензии. Ну как же так? Там подростков-то было всего 5%, а вы только о них. В основном-то умные, взрелые, уже пожившие люди. Вот, например, эта женщина уже, пенсионерка. Ну, во-первых, если вы внимательно смотрели видео, ну хотя бы его начало, то обратили внимание, что Олег, вот он сидит сейчас передо мной, не даст соврать, он задал мне вопрос про молодежь. Поэтому я про молодежь и отвечал. И вы уж меня извините, конечно, но именно на молодежь было направлено это видео, потому что вот эти вот 14, 15, 17 лет от роду люди — это единственная наша надежда. Это наше будущее. Они сейчас наиболее пластичны. Они из всех людей, которые живут у нас в стране, они, несмотря на все свои безобразия, которые они в этом возрасте могут творить, они самые честные, они самые искренние. Они ищут действительно правды. Они не лицемеры. Хотя у них там есть уже какие-то и пристрастия, может быть, болезненные, и они могут быть плохо воспитанные. Но вот на этом поиске истины именно эти люди максимально перспективны сейчас. Поэтому то, что я говорил в этом видео, а сейчас говорю, адресовано главным образом им. А вот люди уже после 20, это те, кто, к сожалению, уже начинает закостеневать в своих пристрастиях, и им ничего, кроме, как говорил Достоевский, жрать, да спать, да гадить, да лежать на мягком, уже не нужно. И мои слова до них не достанут. Да и кто бы им ни говорил, все равно не достанут. И вот здесь вот один комментарий про то, что мы в основном там говорят в комментариях, что из нас делают рабов, 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 и это несправедливо. Христианство учит тому, что люди являются рабами своих собственных страстей. Вот кто-то из наших зрителей прямо так и написал, мы рабы своих собственных страстей. Вот с этим мы должны бороться. Не с тем, что вокруг нас, не с беспорядком вокруг нас, мы не должны заниматься благоустройством территории только. Мы должны заниматься своим внутренним благоустройством. И то, чем я занимаюсь как врач, предлагает людям это как систему жизни, систематическую работу над собой. Для того, чтобы, наведя порядок внутри себя, мы потом могли рассчитывать на то, что будет порядок вокруг. У нас будет справедливое общество, гуманные принципы жизни, и у нас будет эффективное государство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова